Здравствуйте, меня зовут Янина Соколова и я сразу хочу предупредить, это у меня есть пикантные фотографии с сыном Байдена. Это я получила штраф за то, что хожу без трусиков. Это я открыла уголовку на Ширия. Ну что, котики, познакомились? На прошлой неделе произошло столько всего интересного. В России женщина выиграла в лотерею 5 тонн асфальта. Как хотите, так и понимайте эту новость. Не верите? Ну вот. Жительница башкирского села Исенгулова Лилия Акчурина выиграла в лотерею 5 тонн асфальта. А что тут удивительного? Купила лотерейный бордюр, стерла с него матюк и вуаля! Теперь счастливая победительница может заасфальтировать свою мечту съездить в Турцию. И гордо заявить, что Ария посвятила ей свою песню «Герой асфальта». А самый демократичный народный депутат, ну потому что без царя в голове, Николай Тищенко, предложил осветить Верховную Раду. В парламенте дуже напружена такая атмосфера и дуже складно працювати, тому що за 30 років там така плоха карма, як я кажу всім. Там я навіть сьогодні запропонував Дмитрию Разумкову привезти в парламент батюшку православного, щоб він там окрепив світою водичкою. Вот вы мне скажите, как можно осветить ад? Там же у Медведчука голова начнет крутиться на 360 градусов. А изо рта полетят мухи. Кива начнет по потолку бегать, шуфрить, читать «Виктор Федорович, приди» на латыни задом наперед. А Юлия Тимошенко превратится в летучую мышь. Но это никак не повлияет на ее рейтинг и прическу. Так что, Николай, это у нас, конечно, чудотворец. Потому что, когда в карантин все рестораны закрыты, а один работает. Это чудо. Но я думаю, это не чудо, а оху**ос. Оху**ос. Высшая степень оху**ости. Пример. Вам в Укрзалезните дают влажное полотенце, влажную простынь и влажную наволочку. И при этом проводница заявляет, что вы сами все обоссали и требует заплатить. Что, Коля? Думал, мы уже все забыли твой велюровый пук? Поэтому, когда ты заикаешься, что люди должны платить штраф за не ношение маски, причем очень хамские. Приняли закон про это ношение масок в помещениях обязательно, чтобы именно закрывало нос. Скажите, как вы думаете, будут ли действительно соблюдать люди вот это вот закрытие носа? И не будет ли полиция, возможно, спекулировать на этих моментах? Если у нас есть, будут соблюдать. Если нет, то сплатишь штраф. Уже просто мы устали. Сначала ответь, Коля, какой штраф должен заплатить ты за твой работающий ресторан? Думаю, ты должен заплатить столько, чтобы всем украинцам хватило на маски на год вперед. Так что давай уже снимай свою маску непонимающего дегенерата. Надеюсь, это же маска. И главная новость недели. Все наконец-то увидели, какой рукой капитан сборной России по футболу отдает честь. Ой, чуть не забыла. Новость, которая незаметно пролетела мимо всех. Выборы в Соединенных Штатах Америки. Трамп, как говорится, тарам-парам-пам. Пуу. Новый президент США Джо Байден. Человек, который любит бурить в Украине. А сын Байдена, как оказалось, просто любит бурить. Но это не помешало папе победить. Хорошо ли это для нас? Скорее, да. Конечно, Байден не будет круглосуточно думать, как помочь Украине. Но, в отличие от Трампа, он точно не будет круглосуточно думать, как помочь России. А это уже неплохо. Мистера Трампа провожаем на заслуженный отдых на какую-нибудь руководящую должность в Газпром. Там его давно уже ждет экс-канцлер Ферге Шрёдер. Через секунду продолжим. Подпишись, если не сделал этого ранее. Вообще, выборы в США меня немного расстроили. Ведь братья наши окремлевшие совсем забыли об Украине. Но, к счастью, Олечка Скобеева, рассказывая православным о зверином оскале американской демократии, о том, как плохо, если есть выбор, когда вместо одного деда целых два неожиданно с двух ног влетела в тему Украины. Давайте вместе посмотрим фрагмент вашего американского телевидения, которое не как мы, мы считаем, что не злорадствует, а просто предрекает таки войну гражданскую. Все помнят эти мартовские картинки от побережья до побережья, пустые полки в магазинах. В дефиците была туалетная бумага и дезинфекторы для рук. Теперь из-за выборов и нового роста заболеваний ковида 57% вопросных покупателей сказали, что они снова выполняют свои запасы. Мы живем в эпоху, когда несколькими ударами по клавишам в социальных сетях можно вызвать вооруженный отряд, который прибудет молниеносно. Люди боятся, самое большое опасение органов правопорядка и остальных, то, что могут появиться вооруженные люди, которые настроены на насилие. Это может привести к самым ужасным сценариям. Обеспокоены возможными событиями, которые могут произойти после выборов, некоторые предприниматели заколачивают окна фанерой. Компания, которая делает фанерные щиты в Сент-Луисе, говорит, что они перегружены. У них заказали уже свыше трех с половиной тысячи щитов. Они ожидают еще больше заказов, боятся, что ко вторнику всех заказов им не выполнить. Чем это отличается от Украины? Ну куда ж без сравнения с нами. Если что-то плохое происходит, то это обязательно как в Украине. О, как ты поправилась. Теперь жирная, как Украина. Фу, выпил кефир прокише. У меня теперь в желудке, как в Украине. Дорогой, я дома. Ой, а почему это ты с пакетом на голове трахаешь ковер? Ты что, Украина? Представляете, вышла из дому на улицу пописать, а на меня в подворотне напали 30 бурятов-гаишников. Отобрали бутерброд и серебряную цепочку с Георгием Победоносцем-Защитником. Не страна, а Украина. По телевизору 7 секунд не показывали Путина. Скатываемся в Украину. Дорогие хабаровчане, посмотрите, что произошло на Украине. К счастью, вы идете совсем по другому сценарию. Но вас-то хотят подтолкнуть именно туда. Именно поэтому сейчас вовсю работает украинская диванная армия блогеров, притворяясь хабаровчанами и раскачивая ситуацию. Короче, вы поняли. Они это могут делать бесконечно. В Исландии взорвался вулкан, а в Украине взорвалась покрышка на шиномонтажке. По поводу персонажей, о которых вы упомянули. Вот уже ставили здесь вопрос про Украину. Только им скажут что-то про коррупцию, они в ответ говорят, что он хочет на Украине. Вы хотите, чтобы у нас по площадям бегали десятки таких, извините, Саакашвили? Какая Украина? Я вам говорю, что у Медведева дворец. Черт, он же Майдан хочет устроить. Вы хотите, чтобы мы переживали от одного Майдана к другому? Но одно дело постоянно говорить эту чушь, а другое дело в нее верить. Я сделаю сейчас паузу для того, чтобы ты подписался. Сделай это. Угу. Продолжаем. И вот, наконец, свершилось то, что давно уже должно было произойти. Оля Скобеева поверила в собственный п***ш. Ну да ладно, но для того, чтобы вы не передергивали, мы же вам только что показали CBS. Это не украинский телеканал. И тем не менее, американский телеканал сравнивал события в Америке с Украиной. О, вот это прикол. Мы же только что видели с вами этот сюжет. И там ни слова, ни словечка об Украине и гражданской войне. Давай, Олечка, еще раз его посмотрим. Вдруг это я сошла с ума, а не тебе, Байден, глаза пробурил. Все помнят эти мартовские картинки от побережья до побережья, пустые полки в магазинах. В дефиците была туалетная бумага и дезинфекторы для рук. Теперь из-за выборов и нового роста заболеваний ковида 57% опросных покупателей сказали, что они снова выполняют свои запасы. Мы живем в эпоху, когда несколькими ударами по клавишам в социальных сетях можно вызвать вооруженный отряд, который прибудет молниеносно. Люди боятся. Самое большое опасение органов правопорядка и остальных, то, что могут появиться вооруженные люди, которые настроены на насилие, это может привести к самым ужасным сценариям. Обеспокоены возможными событиями, которые могут произойти после выборов, некоторые предприниматели заколачивают окна фанерой. Компания, которая делает фанерные щиты в Сент-Луисе, говорит, что они перегружены. У них заказали уже свыше трех с половиной тысяч щитов. Они ожидают еще больше заказов и боятся, что ко вторнику всех заказов им не выполнить. А где же про сравнение с Украиной? А вот где. Чем это отличается от Украины? Объясните нам, пожалуйста, почему в этом не видите? Вы признаков гражданской войны. Шик. Скобеева сама втулила про Украину, а через пять минут забыла, что это она и заявила, что так сказали американские журналисты. Я просто похлопну. Блеск. Шик. Брависсимо. Прости, Оля, что я смеюсь. Может, у тебя деменция или истек срок годности мозга? Дорогая, ну как ты могла забыть, что после каждых ста тысяч п***й нужно менять масло в черепной коробке? Для наших реалий пять тысяч – самое то. Все, меняйте вовремя масло и будет вам радость. Хотя, думаю, ты соврала намеренно. Ведь ты настолько засрала головы телезрителей, что уже уверена, любая херня прокатит. Через три дня украинозависимая телеведущая канала «Россия-1» и программа «60 минут» решила поговорить о легализации марихуаны в США. На местном уровне в Америке окончательно победил легалайз. Легалайз – это когда можно употреблять все, что хочешь. Сразу пять штатов одобрили использование марихуаны. Аризона, Миссисипи, Монтана, Южная Дакота, Нью-Джерси. Теперь официально разрешили хранить и выращивать марихуану, но только в личных целях или медицинских целях. Они же личные. При этом в Южной Дакоте уже весной 22-го обещают обеспечить медицинским каннабисом, марихуаной. То есть здесь все как на Украине. Да шо ж такое? Опять мы? Это ж какого размера должен быть желудочно-кишечный тракт невиски, чтобы так часто всираться? Что значит в Америке легалайз, как в Украине? Опять как в Украине? В смысле? Украина. Я был мал, но я помню. Ага. Видишь, я начал с Одессы, а потом пошел в сторону Крыма, и я вот... Да ты сдохнешь, не успев дойти до Киева. Собирайся, едем домой. Давай. Ты сволочь! В Украине хранение и употребление марихуаны запрещено. У нас просто опрос провели, можно ли ее использовать в науке и медицине. Через секунду продолжим. Подпишись, если не сделал этого ранее. Да, у нас подавляющее большинство опрошенных поддержали использование марихуаны в науке и медицине. Но это не был референдум или тем более голосование в Верховной Раде. Просто наш президент, он очень общительный, и он решил со всей страной погонять... И Скобейва об этом знает, но при этом заявляет, что в Америке так же легализованы наркотики, как и в Украине. Это самая убогая попытка выдать фейк от самой убогой телеведущей Северного полушария, у которой, судя по всему, проблемы с полушариями. Там либо два левых, либо два правых, либо одно большое в форме майора ФСБ. Там, где запахло Скобеевой, ищите источник дохода для таксодермиста, то есть чучела. Марихуана – это наркотик, да, кто употребляет, идиоты, и больные люди. А водку употребляют исключительно академики, поэтому у вас такие автомобили и роботы. Водка внутри, а снаружи бутылка. Интересно, как изменится жизнь в России, если в аптеке вместо боярышника будут продавать марихуану? Вот сколько избиваются жены детей под каннабисом, а сколько под благородным напитком ёрш. Мне, кстати, знакомый знакомого рассказал, что под марихуаной впадло даже канал переключить. Не то, что кого-то отверткой пырнуть. Это чё, косяк шоу? Да это на хот-дог больше похоже. Самолетик. А, кстати, есть статистика, сколько людей зимой замерзает от незамерзайки. Короче, я так считаю, если у нас в стране с 21 года каждый может нахерячиться водкой до потери сознания, то тяжело больные люди точно должны иметь право на обезболивающие. И если это кто-то не понимает, то они... Идиоты и больные люди. И закрывая тему, процитирую ещё одну пропагандистскую чучундру. 70% украинцев поддержали легализацию марихуаны в медицинских целях. Экзитпол. Я полагаю, с этого дня можно считать, что мы действительно больше не один народ. Ментально, по крайней мере. Ну, что ж, друзья. Видимо, для того, чтобы они от нас окончательно... ...пались, вы знаете, что нужно сделать. Напасть на них вероломно в 4.20 утра. От марихуаны плавно перейдём к грибам. Нет, это не цитата и страх и ненависть в Лас-Вегасе. Это грусть и безысходность в Донецке. Грибы на стенах и потёки в кабинетах. Резонансное видео из 30-й школы в микрорайоне. Текстильщик стремительно облетело социальные сети. Неприкотные условия для обучения детей показывают сами ученики учреждения. Это возмутило родителей. Потому наша съёмочная группа побывала на месте событий и разобралась, всё ли там действительно в плачевном состоянии и на чьей совести такой инцидент. Грибы со стен. Это школа. Это реально школа. На видеозаписи дети показывают своим подписчикам грибы, выросшие на стенах учреждения и потёки с крыши. Капец. Что творится с украинским шоу-бизнесом? Полякова с Киркоровым поёт. Грибы в оккупированном Донецке. Типа грибы. Типа грибы. Может, у нас ещё Маша Фокина людей в ТКГ будет назначать? Через секунду продолжим. Подпишись, если не сделал этого ранее. Ну, что я могу об этом сказать? Судя по этим кадрам, уход Украины из Донецка пошёл им на пользу. Нанотехнологическое питание для школьников растёт буквально под ногами, под руками, под портретами Захарченко. Как говорится, каждый мироточит, как хочет. Буквально на Медне наш глава сказал следующее. Не бывает неважных вопросов. Вот нет неважных вопросов от населения. Каждый вопрос важен. И, безусловно, в интернете, когда напрямую не хватает времени, терпения обращаться к чиновникам, а может быть, и разуверились люди, такое тоже может быть, пишут в интернете. Наши дети вот таким оригинальным способом, они привлекли внимание. В 2020 году выложить видео в интернете для Леоноры всё ещё оригинальный способ подачи информации. Такой, знаете, авангардистский. А не оригинальный это какой? Зажечь сигнальные огни на телеконах и громко кричать в дырявое пожарное ведро. Сфотографировать на полароид, хорошенько помахать, чтобы фоточка скорее проявилась, и отправить почтой. А дети, ну, конечно, да, оригинально придумали телефон использовать. Ну, послушаем дальше, что там, как в грибном королевстве Донса и Кальмиуса. Где же эти злополучные грибы? Их собрали? Вот эта стена, она сухая. Если здравый смысл чего есть, на сухой стене грибы не растут. На сухой стене грибы не растут. Ну, и то, что там было в этом видеосюжете, в этом ролике. Там грибы, извините, как на рынке. Ну, это... Это искусственные силиконовые грибы прилепили дети. Это просто прилеплено и снято. Это обычная провокация, злая шутка. Кто бы сомневался, что это все провокация. Явно же, что стена эта выглядит ухоженной. Ну, какие грибы? В ДНР, в принципе, не может зародиться жизнь. А тут еще в таком количестве. Сто процентов. Их украинские диверсанты подкинули. Раньше фугасами по школам шмаляли. Теперь же ж нельзя. Так они гаубицы шампиньонами заряжают. Блин, как же это трудно с серьезным лицом говорить. Такие грибы можно на рынке купить, заявляет уважаемый эксперт. Где вы такие грибы на рынках видели? Что там вообще у вас на рынках происходит? Сушеных крыс на палках продают. Банан, людей, шучу, не банан. И стоит тележка с горячими, сочными, вареными ремнями. Ладно, чем все закончилось? Виновных наказали? Ремонт в школе начали? Даже было заключение санопедслужбы. После проведенного рейда в школе Элеонора Федоренко констатировала. Потеки с крыши есть только в закрытых кабинетах. Классы, у которых сейчас обучаются дети, пригодны для пребывания. Все, дети, школа полностью пригодна. Харе собирать грибы, бегом по классам. Санопедемслужба нарушений не выявила. Я догадываюсь, почему, видимо, на очках выросли грибы. Через секунду продолжим. Подпишись, если не сделал этого ранее. А знаете, кого назначили главным виновником всей этой истории? Правильно. Родители детей, которые сняли все эти грибы и привлекли внимание к ужасному состоянию школы. Для того, чтобы разобраться, почему дети сняли видео и именно так его комментировали, директор школы пригласила на разговор родителей. Однако у взрослых, видимо, были дела важнее. Что по родителям детей? Родители не будут. Они вообще не хотят приходить. Мы вообще не хотим приходить, да? Нет, мы с ними еще, наверное, этот ответ, может быть, переговорить. Но сказали им перед комиссией, перед этим они не будут давать никакие поясения. Ну, соответственно, детей тоже они не будут показывать. Красота. Если заткнуть рот тем, кто об этой проблеме говорит, то и проблемы не будет. Страна, мечтающая вернуться в прошлое и жить по заветам главного гриба из мавзолея, обречена порасти поганками и плесенью. Давайте поскорей вернем эту школу и этих детей обратно. Ведь, судя по тому видео, с которого все и началось, они все понимают. Знаете, что такое учиться в ДНР? Это видеть, как со стен растут грибы. Грибы, б***ь, на стенах. Это школа. Это реально школа. Вот он, смотрите, класс. Да? Потолок, б***ь, весь. А где-то еще вот тут гриб растет. Вот они, гляньте, вот он гриб. И вот он гриб. Ну, это б***ь, ужасно. Вот он еще гриб растет. Вот он. И напоследок наша постоянная рубрика «Дискуссионный вопрос». Чем таким вкусным кормят российских школьников? Что даже образовалось пять лишних миллионов долларов на питание кубинских. Ответы пишите в комментариях. И если вы хотите, чтобы Тищенко выковырил весь велюр из черепушки, подписывайтесь на мой канал. Не забывайте помогать нам донейтами на патреоне. Просто сейчас появится ссылка. Зайдите на нее, подпишитесь. И мы имеем возможность прямого контакта с вами. Ну, а вы помогаете нашему проекту жить. Не забывайте заходить на наш фейсбук. Вот он. И на наш инстаграм. Вот он. Ну и, наконец-то, у нас новый мерч. Его вы можете найти на странице янина.тв. Вот сейчас адрес. Заходите. С вами была Янина Соколова. Смотрите новости вдумчиво. И до встречи на следующей неделе на моем ютубе. Кстати, подпишитесь прямо сейчас, если еще не подписаны. Ну и в телевизоре в эфире пятого канала. Пока, котики. Слава Украине. Слава Украине.